МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Российский космонавт приземлился в Сочи. На курорте стартует программа по реабилитации пилотов. Тепловая энергия в Сочи подешевела. Касается это, правда, отдельных услуг и для населения, и для предприятий. На сентябрьскую линейку готовься в феврале. Совсем скоро начнется набор первоклассников школы. Как очистить космос и водоемы от мусора решают в Сочи. В центре Сириус над этой проблемой бьются участники уральской смены. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Вениамина Кондратьева об увеличении субсидирования производителям сельхозтехники. Краевую столицу с рабочей поездкой посетил председатель правительства России и побывал на заводе сельхозтехники «Клаас». Там гостям показали современные комбайны, которые уже работают на полях края. В минувшем году наш регион собрал рекордное количество зерна и не последнюю роль в этом достижении сыграла именно техника. Тему продолжат наши коллеги из Краснодара. 47 тысяч квадратных метров производственных площадей. По масштабам это примерно 6 футбольных полей. По сути, в Краснодаре расположился мини-город по выпуску сельскохозяйственной техники. Даже сотрудники по заводу «Клаас» передвигаются на велосипедах. За 15 лет работы предприятия выпущено 11 тысяч комбайнов, тракторов и жаток. Сегодня кубанское производство сельхозтехники показали Дмитрию Медведеву. Сопровождал премьер-министра губернатор края Вениамин Кондратьев. Во время экскурсии показали сразу три цеха – окраски, металлообработки и сборки. То, как развился ваше производство, конечно, впечатляет. Потому что когда я был здесь, в 2006-м это было, да? В 2007-м году. В 2007-м году. Все еще такое было маленькое, такое компактное. Отверточная сборка. Да-да-да, естественно, была отверточная сборка, но все равно это было для нас очень важным тогда решением. С этого начинается. Очень рады, что это тогда состоялось. Но самое главное, что это превратилось. Мы сами не ожидали, что в такой короткий срок мы вырастим до таких размеров. Объективности ради надо признать, что все равно рост рынка все-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. Сельхозпроизводство увеличилось именно потому, что мы перестали покупать продукцию. Чем современнее техника, тем выше урожай. К примеру, если несколько лет назад нормальными буреборки зерна были потери в полтора процента, то на новых комбайнах этот показатель составляет около 0,3 процента. В переоснащении парка сельхозтехники кубанским аграриям помогает и государственная программа по субсидированию производителей этих самых машин. Как это работает? Из бюджета заводам компенсируют часть затрат на выпуск техники, что в свою очередь снижает ее ценник уже для фермеров и агрохолдингов. Вениамин Кондратьев попросил председателя правительства увеличить объемы финансирования этой программы. В 2013 году у нас приблизительно 30% сельхозтехники, которая ходила по полям Российской Федерации, техника была отечественная. Ну, соответственно, 70% техники было собрано за пределами Российской Федерации. Сейчас у нас техника российского производства более 60% составляет. Это хороший результат, тем более, что он был достигнут за короткое время. Чем современнее техника, тем выше урожай. К примеру, если несколько лет назад нормальными буреборки зерна были потери в полтора процента, то на новых комбайнах этот показатель составляет около 0,3%. В переоснащении парка сельхозтехники кубанским аграриям помогает и государственная программа по субсидированию производителей этих самых машин. Как это работает? Из бюджета заводам компенсируют часть затрат на выпуск техники, что, в свою очередь, снижает ее ценник уже для фермеров и агрохолдингов. Вениамин Кондратьев попросил председателя правительства увеличить объемы финансирования этой программы. Важно здесь отметить о востребованности в регионе программы субсидирования 1432, по которым в прошлом году производителям техники компенсировали до 25% стоимости затрат. Программа субсидирования выгодна не только производителям сельхозтехники, но и, конечно, в целом агропромышленному комплексу. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта программа и дальше работала. Помимо прочего, если это возможно, то есть увеличить ее с 8 миллиардов до 15. Потому что, если ее сегодня, не дай бог, сократить или, допустим, в тех же масштабах по финансированию сохранять, то мы рискуем тем, что модернизация сегодня сельхозтехники парка, которая сегодня очень активно, по крайней мере, на Кубани двигается, она, конечно, приостановится. Мы понимаем, что мы можем выйти за рамки 8 миллиардов, о которых было сказано. И я могу вам прямо сказать, что правительство готово будет рассмотреть вопрос увеличения финансирования по таким программам субсидирования. Мы готовы будем это сделать. Просто, чтобы все от меня это услышали, представители именно производящих компаний, в каком объеме, давайте мы в рабочем порядке с вами это обсудим и определимся, как и в каких цифрах это необходимо будет осуществить. Сегодня в регионе работает около 30 предприятий, выпускающих сельхозмашины. За прошлый год на них произвели больше 3000 единиц техники. При этом развивается и экспортное направление. В прошлом году выручка края от продаж за рубеж составила более 1 миллиарда рублей. Для нас это первые шаги, но уже достаточно ощутимые. Благодаря федеральным программам крупные, средние и малые хозяйства могут иметь возможность постоянно обновлять свой парк сельхозтехники. И я здесь могу сказать, что в прошлом году на обновление сельхозтехники нашими агропромышленными компаниями была выделена сумма около 5,5 миллиардов рублей. Это принципиально нас радует, потому что, в первую очередь, это урожайность, это сохранение урожайности, это высокая культура сельского хозяйства. Конечно, что само по себе говорит о том, что мы сможем и в дальнейшем собирать рекордный урожай. В ближайшие пять лет на поддержку экспорта в стране из федерального бюджета направят 340 миллиардов рублей. Конечно, нельзя забывать и о том, кто непосредственно будет делать сельскохозяйственные машины. Современные технологии требуют современных знаний. Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев встретились с молодыми специалистами и поговорили с ними о перспективах отрасли. Учащиеся Тихорецкого машиностроительного колледжа рассказали о необходимости дуального обучения, когда практические навыки студенты получают непосредственно на заводе. Глава Кабмина согласился, что за такой системой будущее и пожелал молодым людям успехов. Тем более, что рынок открыт для их навыков. У нас сейчас сельское хозяйство, и здесь вот присутствующий губернатор, как раз который этим занимается, не даст мне, что называется, что-то сказать не то, развивается ударными темпами. Вы знаете, какие урожаи, например, собирают на Кубани. Ну, понятно, Кубани – это наша житница, это крупнейший аграрный регион, но очень хорошие урожаи собираются по всей стране. Это что значит? Это означает, что рынок для вашей техники, он растет, он не уменьшается. Современные машины не только позволяют собирать больше урожая, но и снижают издержки на ремонт техники, что, соответственно, снижает себестоимость конечного продукта. А это уже новый этап в аграрной политике Кубани, когда собрать надо не только много, но и выгодно. Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Также председатель правительства посетил 66-ю школу в микрорайоне Губернский. Вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым Медведев осмотрел новое образовательное учреждение, побывал в классах и пообщался с учениками. Школа оснащена по последнему слову техники, мультимедийные проекты, компьютерные кабинеты и интерактивные доски. Вениамин Кондратьев отметил, что школа в Губернском – одна из десяти, которая была построена в прошлом году. Медведев, напомните, сколько школ у вас было построено за последние годы и как строительство сейчас осуществляется? Благодаря программе, как я смогла признать, за три года в ГРАИ построено 26 школ. А до этого сколько? А за 25 лет всего один. Преимущество нашей сегодняшней школы, где мы сейчас с вами находимся, она построена раньше, чем в великой микрорайоне начали сдаваться в эксплуатацию. Потому что это сегодня принципиально важно, чтобы школа не догоняла жизнь, а изначально шла переднейшую жизнь. Это абсолютно правильно, но очевидно, что, конечно, нужно и микросредит создавать, и дороги. Прошу вас обратить плаку внимание, включить в планы, чтобы все это максимально короткие сроки в рамках того строительства, которое в микрорайоне ведется, для линдового. Конечно, потому что сегодня, безусловно, то, о чем мы сейчас сказали, выполнено, понимание того, что, если мы ее сегодня сделаем, она будет разбита в рамках этапа дальнейшего запуска. Но не затягивая, как только появится технологическая возможность, чтобы, конечно, дорогу не разбивали. Краны мы там, значит, вот как только технологическая возможность появится, мы заходим. Также губернатор края отметил, что при проектировании новых микрорайонов упор делается именно на создание социальной инфраструктуры. Еще в этом году начнется строительство школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре и школы на 1100 мест в Амеретинской долине в Сочи. В целом же отрасль образования готовится к февральскому ажиотажу. 1 февраля стартует набор детей в первые классы. Прием заявлений в первую очередь будет осуществляться для семей, проживающих на закрепленных за школы территориях. Для остальных он начнется 1 июля. Кроме того, ведется в управление образования Сочи, прием заявлений и от старшеклассника. В этом году около полусотни выпускников девятых классов смогут пройти обучение в профильных инженерно-математических классах Сириуса. Подробности у Татьяны Говорковой. Чтобы зачислить ребенка в первый класс, родителям нужно обратиться в ту школу, которая закреплена по адресу прописки. С границами микрорайона за образовательными организациями можно ознакомиться на сайте Управления по образованию и науке или самой школы. Приказ о зачислении создается в течение семи дней. Кстати, в следующем учебном году должны открыться пристройки 82-й школе в Дагомысе и в 15-й гимназии на Макаренко. Таким образом, к следующему учебному году в Сочи появится около тысячи дополнительных мест. Ежегодно у нас растет число первоклассников. В этом году численность их превысит 8 тысяч. Управление по образованию и науке проводит ежегодно плановую работу по приемной кампании в первый класс. Открываются дополнительные первые классы комплекта. Комплекты и, безусловно, все дети, достигшие школьного возраста с 1 сентября, будут обеспечены своими местами в первом классе. В первый класс общеобразовательных учреждений прием проводится без вступительных испытаний. А вот чтобы попасть в профильный класс старшеклассникам, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте sochisirius.ru и приложить портфолио со своими достижениями по профильным предметам. Заявки принимаются с 10 февраля. Обучающиеся, успешно выполнившие задания заочного этапа, допускаются к участию в очном этапе. Он пройдет в виде Олимпиады в апреле. По итогам заключительного очного отборочного тура формируется аранжированный список школьников по всем регионам. В прошлом году у нас был первый такой опыт. Мы отмечаем его только с положительной точки зрения. Инженерно-математические 10 классы будут в этом году открыты также на базе 8 гимназии 59 лицея. И впервые мы открываем химико-биологический класс на базе 23 лицея. Уникальный проект Сочинского управления по образованию науки совместно с образовательным центром «Сириус» стартовал в прошлом году. В профильных инженерно-математических классах начали обучение около полусотни сочинских старшеклассников. Занятия предусматривают трехдневное пребывание в «Сириусе». Это лекции, обучение в лабораториях, а также мастер-классы с ведущими учеными нашей страны. В этом году проект продолжается, и пройти обучение смогут еще около полусотни сочинских школьников. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну а в эти дни в образовательном центре «Сириус» завершается уральская проектная смена. Сегодня школьники готовят инновационные проекты на итоговую конференцию, которая пройдет 24 января. Так весело здесь не всегда, только в паузах между занятиями. Уральская проектная смена – это 90 школьников из Свердловской области под руководством наставников из Уральского федерального университета, медицинского госуниверситета и научно-производственного объединения автоматики имени академика Семихатова. Вместе они вот уже три недели работают над самыми смелыми научными идеями. Мне кажется, абсолютно все проекты принесут пользу. Потому что они направлены либо на развитие какой-то технологии, если технология развивается, если она находится в тренде, то то, что сделали ребята, это вполне может быть маленьким кирпичиком, который в дальнейшем поможет этой технологии более активно развиваться. Вот робот-исследователь для работы на вулканах. Предлагается использовать его на вулканической поверхности для установки датчиков, которые будут передавать информацию ученым. Таким образом, люди научатся прогнозировать извержения вулканов, которых в России в прошлом году произошло порядка 30. В общем-то, он работает на системе Ардуино. Это позволяет нам более точнее представить программу для работы данного устройства. А гусеницы мы решили установить так, как по сложной поверхности лучше продвигаться с помощью гусеницы. А это уже тема космоса. Школьники под руководством наставников разработали космический аппарат, который может захватывать космический мусор. Я пошла на это направление из-за того, что оно инновационное. Это довольно актуально на сегодняшний день. Особенно проблема космического мусора. Из-за того, что на орбите его очень много, и никто с ним сейчас на данный момент не борется. Существуют только прототипы, которые испытываются. Ну и от мусора космического к своему земному. Ребята из другой команды, а их в уральской смене 19, создают робота для сборки плавучего мусора в водоемах. На данный момент наш прототип обладает системой перемещения, системой определения и поиска мусора, и системой определения базы. То есть он сам может возвращаться на базу. Уральская проектная смена проводится в Сочи третий год подряд. За это время здесь прошли обучение 600 школьников с Урала, а в целом Всероссийский центр только с начала этого года принял 806 ребят по трем направлениям – наука, спорт и искусство. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 22 января в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 8, 10 градусов выше нуля. Открылось кафе кубанской кухни «Кось-Кось» – лучшие кулинарные традиции нашего региона. Центр Сочи, Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Тепловая энергия в Сочи подешевела. МОП «Сочи Теплоэнерго» начинает Новый год со снижения тарифа, несмотря на увеличение ставки НДС. Касается это, правда, отдельных услуг. Для населения в части открытой системы горячего водоснабжения, а для коммерческих потребителей и бюджетных организаций по всем видам услуг теплоснабжения, говорится на официальном сайте предприятия. Компонент тарифа на тепловую энергию в первом полугодии составит 3104,72 рубля за гигакалорию, когда в прошлом году он был 3431 рубль. Разница почти 326 рублей. При этом компонент на холодную воду повышается с 32 рублей 6 копеек за кубометр до 33 рублей 14 копеек. Таким образом, тариф на горячее водоснабжение составит 238 рублей 5 копеек за кубометр. Для коммерческих потребителей и бюджетных организаций тариф на все виды услуг снижен на 14%. Как утверждает МУП «Сочи Теплоэнерго», данное снижение тарифов стало возможно благодаря работе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Российский космонавт-испытатель Сергей Прокопьев приехал в Сочи на послеполетную реабилитацию. Скоро на курорт приедут и его коллеги. Соответствующее соглашение было подписано на курорте в конце прошлого года. В аэропорту пилотов встретили с кубанским размахом, народными песнями и хлебом с солью. Сейчас у меня послеполетная реабилитация будет происходить в санатории Дагомыс. Поэтому 21 день, как это делается обычно у космонавтов, после итоговых работ, после полетных, производится такая реабилитация в специальных санаториях, где космонавты возвращаются в условия земной жизни, отправляют свое здоровье для того, чтобы потом пройти врачей и вступить в новый экипаж дальнейших полетов. Соглашение о том, что российские космонавты будут проходить реабилитацию на кубанских курортах, было подписано между Краевым министерством курортов туризма и Олимпийского наследия и Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Теперь пилоты смогут восстановить силы и подготовиться к новым полетам в лучших здравницах и пансионатах края. Пилотный проект стартует именно в Сочи. Сергей Прокопьев вернулся на Землю всего месяц назад. На борту МКС он пробыл практически 200 дней, в том числе 8 часов провел за пределами станции. Выход в открытый космос для него стал первым в карьере. В Сочи стартовали мероприятия в рамках месячника по оборонам массовой и военно-патриотической работе. Месячник ежегодный, он проводится по всему краю. Сегодня торжественные линейки и концерты, посвященные старту месячника оборона массовой и военно-патриотической работы, прошли во всех школах города. Цель месячника – это патриотическое воспитание молодежи. В его рамках в Сочи запланированы сотни мероприятий. Это смотры, песни и строя, конкурсы чтецов, встречи с ветеранами разных войн, театрализованные представления, спортивные соревнования и многое другое. Дети, конечно, активны. Им нравится заниматься такой работой. Им нравится посещать ветеранов, которые закреплены за нашей школой. Это одно из мероприятий. За каждым классом закреплены ветераны. И в этот период ребята выйдут в семьи поздравить, почествовать. Мероприятия будут идти целый месяц. Школьники еще больше узнают об истории родной страны, края и города, о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также Афганской и Чеченской. Напомню, что месячник «Краевой» на Кубани проводится уже 12-й год подряд. В этом году его девиз – воинский долг, честь и судьба. Завершится патриотический месячник 27 февраля. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа в Абхазии обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы. Такая тренировка впервые прошла в рамках тактика специального учения. Оно было приурочено ко дню инженерных войск России. Менно-розыскные собаки были доставлены в военную базу Абхазии в конце декабря прошлого года из Центра служебного собаководства в Московской области. За каждым четвероногим новобранцем закреплены вожатые, которые проводят с ними тренировки. И вот впервые они приняли участие в тактико-специальных учениях. Учения прошли на полигоне Гудаута. В задачи военнослужащих входили разведка заминированных дорог, колонных путей и отдельных строений, а также обнаружение самодельных взрывных устройств. Найденные взрывоопасные предметы уничтожали саперы в новейших общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2. Мы произвели уничтожение взрывоопасных предметов путем электронного подрыва. Кроме того, военнослужащие обследовали маршруты выдвижения боевой техники с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун». В учениях приняли участие десятки военнослужащих. Все учебные задачи были отработаны с учетом опыта применения саперных подразделений в современных вооруженных конфликтах. А два дня назад во время учений в горной местности Абхазии погибли трое военнослужащих. Колонна боевой техники возвращалась с горного полигона Цабал. На трудном участке дороги БТР-80 упал в ущелье. Одним из погибших оказался житель Краснодарского края. Сегодня начинает действовать регулярное авиасообщение «Астрахань-Сочи». Первые пассажиры вылетели на курорт в 19 часов. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – понедельник и четверг. Из Сочи в Астрахань вылеты запланированы на 9 утра. Время полета займет 2 часа 20 минут. Перевозить пассажиров будет компания «ЮТЕЙР». Данное направление попало в правительственную программу субсидирования межрегиональных перелетов. Около 60% расходов на их выполнение финансируется из федерального бюджета. Известно, что в рамках данного авиасообщения будут действовать выгодные тарифы. Ну а православные отметили праздник Крещения Господня. Во всех храмах города прошли праздничные литургии с обрядом освящения воды. А верующие отправились на пляжи. Для традиционных, для Сочи, крещенских морских купаний были организованы 8 купелей. В центральном районе омовение происходило на Риверском пляже. К полуночи там собрались сотни человек. Приходили с семьями. Правда, зайти в море решились далеко не все. Многие просто пришли понаблюдать за происходящим. Кстати, ночь выдалась ясной, но было прохладно – около 2 градусов тепла. И многие, кто окунулся в воду, отметили, что в море теплее. Среди них были и футболисты столичного клуба «Торпедо», которые приехали в Сочи на сборы. Ой, как хорошо, я не знаю, благодаря, слава тебе Господи, что мы оказались в это время здесь, из Самары. Всего доброго, здоровья всем. Просто восторг, полет. Это великолепно. Слава Богу за то, что нам дает такие дни. Святую воду, которая называется Великая Геасма, которую на крещение освящают. Она нас всех исцеляет. Господь Духом Своим Святым нас просвещает. Местами купания продолжались всю ночь. Но были и те, кто решил пройти обряд уже засветло. Субботним утром на пляже в Хосте собралось несколько сотен человек. За безопасностью следила полиция и казачьи дружины. Дежурили медики скорой помощи. Митрополит Екатеринодарский Кубанский сегодня отмечает тезоимеництво. Поздравить владыку с Днем Ангела сегодня в его резиденцию приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил митрополита Исидора за весомый вклад в сохранение стабильности в регионе и укрепление духовной жизни кубанцев. Глава региона поблагодарил митрополита Исидора за весомый вклад в сохранение стабильности в регионе и укрепление духовной жизни кубанцев. Я хотел бы конечно поздравить еще раз с именинами и сказать конечно сегодня важно для всех понимать, что русская православная церковь, кубанская митрополия и вы лично вносите огромный вклад в духовно-нравственное воспитание. Главное молодежи того, что сегодня есть в нашем народе самое ценное и конечно самое главное это будущее. И нельзя не отдать должное вашему личному примеру служения нравственным ценностям, духовным ценностям, которые изначально тоже лежали в основе жизни нашего народа и тех жизненных побед. Это напряжение всей истории нашего государства российского. Под вашим амафором кубанская митрополия остается стабильной. Она строит новые церкви, новые храмы, открываются воскресные школы. Молодежь приходит в храмы и остается в них. Это очень хороший показатель того, что мы уверенно смотрим с точки зрения нашей духовной составляющей в завтрашний день. Уверенно. Благодаря вашим молитвам и трудам на нашей кубанской семье. Спасибо вам большое, Венимир Иванович. Благодарю сердечно. Более полувека назад Николай Кириченко, так в миру звали митрополита, принял новое имя в честь святого во время своего монашеского пострига. Священномученик Исидор жил в 15 веке, был священнослужителем в городе Юрьеве и во времена гонений на православие предпочел мученическую смерть вместе с паствой и не отказался от своей веры. Уже почти 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. За это время в регионе открылись сотни православных приходов, восстановленные многие храмы и монастыри. Сочинцы прошли отбор на первенство России по дзюдо. Принять участие во всероссийских соревнованиях наши дзюдоисты смогут благодаря хорошему выступлению на краевом турнире. Первенство Краснодарского края проходило в Армавире. В этом году в соревнованиях приняли участие 420 спортсменов из разных городов Кубани. Состязались с юношей и девушкой до 15 лет. Победители определяли как в личном, так и в командном зачете. В их число вошли сочинцы. Наши спортсмены завоевали 5 бронзовых медалей и 2 серебра. Золотые медали в Сочи привезли Георгий Угрехелидзе, Инна Михиенкова и Тамара Макртычан. Отличились наши атлеты и в командном зачете. Сборная девушек заняла на первенстве Краснодарского края первое место. Показав такие высокие результаты, теперь сочинские дзюдоисты смогут выступить и на первенстве России. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...